Студенты ДГТУ против наркотиков. В стенах Альмаматор прошел тренинг за здоровый образ жизни. Сначала спросили, о чем думают ребята, услышав слово наркотики. В итоге целый ряд негативных ассоциаций, таких как смерть, боль, страх, тюрьма, деградация. Такие упражнения наглядно показывают, на что обрекают себя зависимые люди. На сегодняшний день это проблема наркомании, которая ежегодно уносит 200 тысяч жизней молодых, ярких, красивых, креативных людей, которые могли бы принести пользу и себе, и своей семье, и обществу. Поэтому мы, как воспитатели, педагоги, не можем остаться в стороне от этой проблемы. И наша задача нашего центра волонтерского и нашего отдела по воспитательной работе уберечь ребят, дать им альтернативу, показать, какие пути реализации себя, позитивные, яркие, которые помогут в жизни сделать карьеру, создать замечательную семью. Вот с этой целью мы проводим тренинги на всех факультетах нашего университета, в гимназиях, колледжах, лицее, даже детских домах, поскольку мы работаем активно с детскими домами, и в общежитии. Общежития у нас в декабре запланированы, поскольку мы сейчас написали, защищаем программу по здоровому образу жизни. Эта программа поможет нам идти по верному пути, и еще у нас в планах создать летнюю площадку в нашем замечательном комплексе «Радуга», для того, чтобы не только студенты нашего университета, но мы будем вовлекать студентов, молодых людей других вузов, чтобы они тоже становились на верный путь, и сделали правильный выбор в жизни. Никто не защищен от пагубного воздействия. Важно заглянуть в корень проблемы. Студенты создали дерево, в основе которого лежат причины негативных явлений. Потом участники тренинга предложили пути их решения. И, наконец, крона импровизированного дерева – плоды человеческих усилий. От своего сверстника, студента, ребята с готовностью принимают информацию, поскольку они воспринимают ее как от человека, которому они могут доверять, от человека, такого же, как он, такого же студента, который также учится и, в общем-то, отзывается. Тренинг наглядно показывает альтернативные пути. Что будет, если человек откажется или никогда не попробует наркотики? Светлое будущее, семейные ценности, успехи в учебе и карьерный рост. Выбор за каждым. Я считаю, что наркотики – это очень плохо. Как бы это банально ни звучало, но это действительно так. Потому что это разрушает жизнь человека, убивает его изнутри, снаружи, изнутри. У этого человека, как правило, отсутствует мораль, отсутствуют цели в жизни, и он просто идет по течению. Об эффективности тренинга рассказывают участники, отмечают важность тематики. Мне понравилось то, что, ну, как бы, ребята, мы работали в командах. То есть мы как-то каждый делился своей идеей, что-то можно было почерпнуть, какие-то интересные мысли от других команд. И, в принципе, ну, сегодняшняя тема, она ведь является, ну, сутью вообще всех наших жизней. Поэтому, естественно, эта тема не может никого оставить равнодушным. Поэтому мне понравилось, да. Мне очень понравилось. В ближайшее время пропаганде здорового образа жизни будет посвящено еще не одно мероприятие. Студенты ДГТУ выбирают жизнь без наркотиков. Виктория Суворина, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ. Почему начал курить? Может, от того, что заняться было нечем. Как бы в компании затянуло понемногу. Просто нечего делать. Все курят, а я курю. Ну, попробовал сначала в детстве. Мне как бы понравилось. Я теперь не могу бросить, но очень хочу. Жизнь заставила. Потому что был молодой, ничего еще не соображал. А старшие ребята научили курить. Коляска с ребенком стоит, и вы курите. Ребенка вы трапите. Ну и что? Вот и все. Любовытство, скорее всего. Маленький был, молодой. Ну, если честно, то сдуру. Субтитры сделал DimaTorzok